Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплийца социальных технологий. Итак, мы закончили на том, как записать концерт группы Portishead. Не знаю, чего я все про нее да про нее, нравится мне, наверное, их концерт в Нью-Йорке просто. Именно по записи нравится. Тогда мне казалось, что это высший класс и недоступно простым смертным, а сейчас почему нет. Особенно если у вас есть Blackmagic Atem Mini и даже не Pro. Что такое Atem Mini? Это вот такая штука, которая подключается к компьютеру по USB-C и воспринимается им просто как внешняя веб-камера. При этом у самой BM-ки 4 HDMI входа, а значит вы можете подключить к ней 4 камеры по HDMI и 2 аудиоустройства через миниджек 3.5. Одним из устройств может быть, например, микшер, на который вы заводите все каналы со сцены, а на второй, например, можно завести воздух, то есть внешний микрофон из зала. Это я опять про Portishead. Вообще про Atem Mini можно рассказывать много. При внешней простоте устройства тут есть о чем рассказать. Поэтому сейчас я расскажу о принципе работы Atem в связке с ОБС на примере трансляции сетевого апреля, который проходил, как несложно догадаться, в апреле этого года. Что у нас было? У нас с собой было две камеры. BM Pocket 4K и совсем недорогой Panasonic. Вот такой. Я просто не нашел больше ничего с HDMI выходом. Что касается камер. Главное ограничение – HDMI выход и возможность забрать чистый сигнал по HDMI. У меня есть хорошая камера от Sony, но там нет HDMI. Она хорошая, но старая. И она отдает по Firewire. В формат устаревший найти переходник на HDMI я не смог. Есть еще одна BM-ка, первая их. Она отдает по SDI. Переходник можно купить отдельно, но она отдает логарифм. Или как там оно у них называется – серое изображение под цвета Core. С этим можно справиться, если кидать лут уже в ОБС. Но тогда все камеры должны отдавать в логарифм. И есть совсем резервный Canon 60D. У него есть HDMI, но он не отдает чистый сигнал. Ну то есть он зачем-то добавляет вот такие рамки. Опять же это можно обойти, увеличив изображение в ОБСке, но тогда ухудшится качество со всех остальных камер. У них картинка тоже увеличится. Ну и кадр оператору будет сложнее выстраивать. Таким образом я перечислил все проблемы камер. Наличие HDMI в принципе или потенциально через переходник, чистый HDMI, формат выходного сигнала еще хорошо бы подумать про возможность подключить внешнее питание. DSLR камеры, например, зачастую работают только от аккумуляторов, а прямые трансляции могут длиться часами. По звуку у нас был микшер и два радиомикрофона. Можно заменить их петличками, но тогда их должно быть по-хорошему по количеству спикеров. Передавать петлички друг другу на площадке неэстетично. Если микрофонов больше двух, микшер, к сожалению, не нужен. У ATEM Mini только два входа. Были рации для связи с оператором, но без них можно обойтись, если это хороший оператор и он понимает язык жестов. Был ноутбук, также подключенный к ATEM Mini по HDMI. С него мы запускали презентации и периодически выводили их в эфир. Спикеров при этом я выводил в окошке. В ATEM Mini есть такая возможность. Ну и все. Был компьютер, подключенный к интернету, и термос с кофе. То есть вот такая конструкция. Значит, что делает режиссер прямого эфира? Запускает прямой эфир на заставке и переключает на сцену с ATEM Mini. OBS откладывается в сторону и дальше все решает ATEM Mini. Единственное, нужно замьютить все источники звука, по меньшей мере звук рабочего стола. Нехорошо, если в прямом эфире вам будут приходить сообщения Telegram. А в ATEM Mini мы включаем звук с микшера и выключаем все остальные. Ну точнее не включаем, остальные по умолчанию они выключены. Вообще ATEM захватывает также звук с камер по HDMI. Тут есть регулировка громкости по каналам, но так как у нас все по звуку решал микшер, микшером же я и ограничился. Без микшера кстати в данном случае можно было обойтись, но просто у меня он был, зачем себя ограничивать. С микшером конечно удобнее. Ну и все. Вот мы и включили первую камеру, вторую, опять первую. Одна опорная стояла на общем плане, вторая с оператором на крупном. Когда я включал общий, оператор менял ракурс. Вот я включил изображение с ноутбука. ATEM просто захватывает рабочий стол. И вот вывел посредством картинка в картинке изображение со спикером. Еще у нас периодически возникала необходимость выводить спикеров по зуму. В этот момент я возвращался к ОБС и просто включал сцену с зумом. Все. Ну вот что еще вам может понадобиться при проведении трансляции. Четыре камеры это очень много, особенно если хотя бы на двух стоят хорошие операторы, которые быстро и качественно меняют ракурсы. Создается ощущение, что снимаете вы как минимум в шесть камер. Я умудрялся создавать такое ощущение, когда снимал в две. То, что я показал по ATEM Mini, это вершина айсберга. Кроме функций в самой машинке, как то всевозможные переходы с настройкой длительности, fade to black, хромакей, предпросмотр кадра, который вы выпустите в эфир и так далее, у Black Magic есть свое ПО для ATEM Mini. И там уже можно поколдовать, например, с картинкой в картинке, подстроить хромакей, кому-то удобнее там микшировать звук. Короче, там можно очень много всего, но даже то, что я показал в самой ATEM Mini уже должно вдохновить вас на подвиг. При условии, конечно, что вы планируете профессионально заниматься проведением стримов. Если планируете записываться в одну камеру, конечно, она не нужна. Достаточно карты, с видеозахватом по HDMI. Но если у вас есть хорошая камера для съемок и отдает сигнал она по HDMI.